Самые масштабные за 10 лет учения спасатели стартовали в Украине. В них участвуют тысячи представителей разных служб. Отрабатывают всевозможные чрезвычайные ситуации. Учебными полигонами служат городские объекты. Как это было в Киеве, видел Игорь Меделян. Возле столичного пивного завода вереницы спасательных машин. Бойцы готовятся в любой момент выехать на место чрезвычайной ситуации. По сценарию учений на предприятии должна произойти утечка 500 килограммов аммиака, который используют в производстве. Аммиак при утечке из емкости делается газоподобным. Если люди находятся рядом, есть большая вероятность их поражения. В частности, дыхательных путей. Происходит отек легких, и человек за несколько минут может умереть. Поэтому время очень важно. Журналистов собирают возле аммиачной станции. Это опасный участок, где хранятся сотни тонн отравляющего вещества. За железную дорогу не выходить, и под действующие механизмы машины не подходить. Спасатели подъедут, будут выполнять свои служебные обязанности. Заняты в ликвидации аварии. За разведывачем покинуты территорию будивли. Сберегайте с потей. Получив сигнал об аварии, спустя несколько минут спецмашины прибывают одна за другой. Среди них и пожарные. Водой они должны нейтрализовать облако, вырвавшегося в атмосферу аммиака, чтобы оно не ушло в жилые кварталы. Но и такой сценарий на учениях не исключают. Мы готовы к тому, что выброс аммиака может выйти за пределы предприятия. Исходя из этого, мы готовы провести оповещение населения, организовать и открыть в кратчайший срок приемный эвакуационный пункт, провести информирование населения через передвижные громкоговорители. Из эпицентра условной аварии спасатели эвакуируют одного пострадавшего. Его увозит в больницу скорая помощь. Вся операция длится не больше часа. Бойцы с задачей справились, говорят проверяющие. Но есть претензии к работникам завода, которые первыми сообщили об аварии спасателям. Есть замечания к передаче информации, к реакции диспетчеров. Вот эту коммуникацию нужно будет доработать. Еще перед учениями киевлянам сообщали, в любой момент в городе может сработать общегородская система оповещения, сообщающая о чрезвычайной ситуации. Однако от идеи отказались. Решили ограничиться сиренами на объектах, где проводят учения. Всего на протяжении трех дней в столице отработают 7 сценариев действий городских служб во время возможностей чрезвычайных ситуаций. Игорь Меделян, Дмитрий Гришко, UATV.